Кого поздравляют с именинами 1 августа? В традиционных святцах на 1 августа именины отмечены для тех, кто при крещении получил такие женские имена, как Евгения и Евфросиния. А также мужские – Варлаам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Серафим, Степан и Тихон. Поэтому для рожденных сегодня девочек и мальчиков среди всех женских и мужских имен предпочтение следует отдать именно этим, чтобы соблюсти традиции наречения в честь ангела-хранителя. Испокон веков наши предки верили, что те, у кого день рождения и именины приходятся на одну дату, живут намного дольше и счастливее. Беды обходят их стороной. Вместе с тем, в церковном календаре на 2020 год 1 августа отмечено как день почитания памяти благоверного князя Романа Рязанского. Поэтому у всех, кого назвали в честь святого покровителя дня, сегодня самые важные и значимые именины. Так стоит называть и мальчиков, рожденных в этот день, чтобы вместе с именем они получили от своего ангела-хранителя заступничество и поддержку, а также унаследовали от него лучшие качества. Известно, что сегодняшние именинники Романа отличаются широтой взглядов, решительностью. Они молниеносно принимают решения и двигаются к своим целям напролом, ни на кого не обращая внимания. История жизни благоверного князя Романа Рязанского Потомок великого княжеского рода Мономаха Ярослав, которому при обряде крещения было дано имя Роман появился на свет в первой половине XIII столетия. Для Киевской Руси наступили тяжелые времена, связанные с нашествием татар. Роман, как все мужчины его рода, твердо стоял на страже родной земли, своего народа, а главное – православной веры. Проявляя мужество на поле боя, он и в мирных городах не знал покоя. Когда татары начали взымать с жителей земли Рязанской огромные подати, Роман открыто встал на защиту людей, яро препятствуя разгулу татарских поработителей. За что его по ложному обвинению вызвали к татарскому хану, который пообещал даровать ему прощение и жизнь, если Роман отречется от своей веры и примет его. Но воспитанный в благочестии князь отказался променять на ложную веру ту, за которую сложили головы его славные предки. Он принял поистине мученическую смерть, его истязатели очекли ему язык, лишили глаз и ушей, а затем сняли скальп. Как только об этих событиях стало известно, православная церковь прославила Романа и началось его общий церковное почитание. Видео «День ангела» 1 августа Все именинники 1 августа